В эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании «Ажа Финанс» Константин Крупонов. Константин, добрый день. Добрый день. У нас есть вопросы, подготовленные мной. Есть вопросы, которые отправили наши слушатели на сайтах. Напоминаю, в разделе «Анонсы» вы всегда можете обратиться к нашему гостю заранее и задать свои вопросы. Начну со своего вопроса, потом буду перемежать с гостевыми. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это о том, что о проекте Кировской области и Республики Коми по Коми Авиатранс. 6 октября между правительствами были достигнуты предварительные договоренности о совместной реализации проекта по созданию на базе Коми Авиатранс межрегиональной компании. Об этом сообщили в пресс-службе Республики Коми. Напоминаю, что эта авиакомпания, Коми Авиатранс, является стопроцентным владением правительства Республики Коми, ну самой Республики Коми. Вопрос, который обращаю к тебе, хотелось бы понять перспективы этой сделки, финансовые, социальные, может быть политические. Возможно, я не являюсь, конечно, большим экспертом в этой сфере. Перед сегодняшней программой я посмотрел, что же себя представляет данная компания. То есть компания, она действительно очень небольшая, то есть там порядка всего 10 самолетов, то есть из них 5 самолетов, которые там 50 пассажиромест и 4 самолета с 20 пассажироместами. То есть, соответственно, своими силами какие-то задачи Кировской области, они закрыть вряд ли смогут. То есть летный парк там невелик. Но с другой стороны, возможно, действительно Кировская область какие-то прорабатывает варианты, чтобы войти в капитал данной компании и, возможно, приобретение каких-то там дополнительных там самолетов, чтобы закрыть какие-то рейсы из Кирова. То есть создать конкуренцию этой же Победы, создать конкуренцию другим авиакомпаниям и, соответственно, уже самостоятельно устанавливать как тарифы на авиаперевозки, так и сделать более удобное время вылета или прилета. Потому что на данный момент, на самом деле, если мы будем смотреть по компании Победа, то есть это все же компания Победа здесь работает по остаточному принципу, то есть предлагает нам, горожанам Кирова, самое неудобное время для полетов как в Москву, так и в Санкт-Петербург. — Ты сказал, что приобрести пару самолетов для того, чтобы закрыть наши потребности, на какие средства приобрести эти самолеты? — Ну, во-первых, такие самолеты стоят не так дорого, то есть это там порядка, допустим, двух миллионов долларов. — Это какие такие, например, самолеты? — Ну, тут небольшие самолеты, в которые входят 50, ну, условно говоря, это не Боинги, то есть это не Аэрбасы, это небольшие такие межрегиональные самолеты, пассажиры, емкостью 50 посадочных мест. То есть это не такие большие деньги, опять же, повторяю, с другой стороны, существуют же программы лизинга и кредитования, и возможно, то есть я не видел, к сожалению, все данные проекта, что же на самом деле собирается правительство Кировской области в конечном итоге получить от этого проекта, может быть, есть действительно какая-то, в том числе, финансовый интерес. — Ну, судя по тому, что в настоящее время, как пишет «Бизнес-новости», ведутся консультации с другими российскими регионами, имеющие потенциальный интерес к участию в проекте, какие-то планы действительно существуют, как минимум по развитию нашего аэропорта, поскольку все-таки они рассчитывают, что этот флот, часть воздушного флота компании «Коми Авиатранс», если все будет хорошо, будет базироваться у нас в аэропорту. — Согласен, но опять же, это тоже некие планы, если мы вспомним публикации пятилетней давности, то нам уже практически к 17-18 году обещали чартерные рейсы и в Египет, и в Италию, но мы, к сожалению, их до сих пор не увидели, и я думаю, что в ближайшие несколько лет также как бы не увидим. Но опять же, надо отдать должное, что грузопоток видно, что аэропорт вырос, что аэропорт как бы живет. Единственное, что, опять же повторюсь, что, возможно, он функционирует по некому остаточному принципу для многих крупных компаний, и, соответственно, они выставляют время не самое удобное для жителей нашего города. — Напоминаю, что это особое мнение исполнительного директора компании «Ажефинанс» Константина Кропанева. Пришло время для вопроса с сайта. Первый пришедший вопрос от Анны Семеновны. Совсем недавно, 5 октября, в Кирово-Чпецке убили, как говорят, черного риэлтора. В июне были убиты риэлторы Митяева. Есть ощущение, что такие сообщения стали приходить чаще. А, это был вопрос. Есть ощущение, что такие сообщения стали приходить чаще? Это кризис, так сказался. Снова заказные убийства, такие неприкрытые, легко распознаваемые. Люди теряют страх перед преступлением. Легче идут на них. Любая смерть человека — это, конечно, трагедия. Стали ли они приходить чаще, не знаю. То есть, опять же, на базе двух каких-то событий сложно определить, тенденция это или не тенденция. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, по крайней мере, ту информацию, которая есть по этим убийствам в интернете, в какой-то прессе, то есть, можно сказать, что это сделано, мягко говоря, непрофессионально. Да, и подозреваемых сразу задерживают практически, и все мотивы тут же определяют. Вроде все-таки, единственное, что я хотел бы сказать, что мне кажется, в таких вещах очень велико, так скажем, великое влияние средств массовой информации. То есть, если мы вспомним наш любимый канал НТВ, где с утра до вечера идут какие-то криминальные боевики, где показано, что цена человеческой жизни минимальна, что любую проблему можно через суд, либо через какие-то законодательные органы не решить, а решить можно с помощью каких-то сил или убийств. То есть, я думаю, что те люди, которые регулярно смотрят похожие передачи, похожие телеканалы, мне кажется, что они просто-напросто в какой-то момент срывают крышу, и, соответственно, они идут за решением своей проблемы, несут, они покупают какой-то обрез, нанимают каких-то людей, и происходят такие страшные трагедии. Ну, я просто в курсе, что у тебя же есть в кругу твоих друзей люди, которые занимаются недвижимостью. Напряжение какое-то растет сейчас или нет? Среди риэлторов, среди строителей. Естественно, в сфере недвижимости крутятся огромные деньги, и пока все в недвижимости как бы шло хорошо, то есть, все было хорошо, то есть, люди там брали кредиты, там, гасили эти кредиты, там, то есть, какое-то было движение, была дополнительная прибыль. Это проблема в любом бизнесе, как только возникает какой-то, как только намек кризиса, либо кризис входит в какую-то определенную стадию, люди начинают делить деньги, люди начинают искать виновных, кто виноват в той либо иной ситуации, и иногда вот выплеск, то есть, ну, поиск этого виноватого приводит к каким-то, к какому-то криминалу определенному, то есть, то есть, в недвижимости большие деньги, а деньги это так либо иначе, это какие-то проблемы, это какие-то недополученные прибыли, или кинутые клиенты, то есть, это понятно, то есть, это такая стандартная ситуация для сложного периода, в котором сейчас находится рынок недвижимости. Еще один вопрос с сайта, за две минуты до перерыва, за три, успеем обсудить. Константин, каково, Александр пишет, Константин, каково Ваше мнение насчет хоккейного клуба «Родина», нужно его поддерживать или нет? Недавно в эфире «Эхо» главный тренер Загозкин заявил, что клубу для более-менее нормальной жизни нужно от 120 миллионов рублей, от себя добавлю в год, он действительно тут говорил об этом. При этом бизнес не спешит поддерживать команду, и бюджет хилый. Это замкнутый круг, а стадион Загозки назвал худшим в городе, его за чей счет нужно восстанавливать. Я, к сожалению, не являюсь большим болельщиком данного зимнего вида спорта, но в то же время был пару раз на играх нашего хоккейного клуба «Родина». С одной стороны, да, действительно, надо поддерживать данный клуб, потому что это практически единственная команда, которая работает в каких-то там верхних дивизионах, которая так либо иначе является каким-то лицом нашего региона. Но с другой стороны, надо понимать, что и бюджет тянуть клуб в данном виде, но тоже как бы не совсем правильно и не в состоянии. Тут нужна какая-то довольно серьезное решение проблемы. Все же, если люди занимаются профессиональным спортом, если мы говорим все же про проблемы профессионального спорта, то профессиональный спорт все же должен быть не датированным спортом, это должен быть неким бизнес-проектом. То есть профессиональный спорт должен зарабатывать деньги, за счет этих денег он должен как бы развиваться и функционировать. Суть-то в том, как нам рассказывал Загозкин здесь, что весь хоккей уж точно с мячом у нас датируемый, как и футбол. Так это беда нашего, так скажем, профессионального спорта в России. Ну опять же, вот данная конструкция, она очень неустойчивая, и рано или поздно она будет вынуждена как бы развалиться. Это получается как бы некий... То есть команда распадется так или иначе? Я все же надеюсь, что какое-то решение будет найдено, потому что если, не дай бог, команда распадется, то назад ее уже не вернуть, мы потеряем этот вид спорта. Но сам этого решения ты не видишь? Но я, к сожалению... Учитывая общую ситуацию со спортом у нас в России. То есть... Да, я решения проблемы не вижу. То есть получается, что даже если мы... Вот в прошлом году основным спонсором у них было РЖД, но по большому счету это, опять же... Так временно. Это, во-первых, временно, во-первых, это же деньги многопатильщика. То есть зачем РЖД, ну так вот, если мы будем разговаривать, зачем РЖД спонсировать данный вид спорта? То есть в качестве, так скажем, какой-то рекламы, так им конкурировать не с кем, условно говоря. И, по большому счету, те деньги, которые РЖД вкладывает в наш хоккейный клуб «Родина», то есть это берутся из нашего же, опять же, с тобой, Светлана Кармана, когда мы покупаем билеты на железнодорожный транспорт. Очень коротко. В ближайшее время, как ты думаешь, наедутся спонсор для «Родины»? Я думаю, что, по крайней мере, в область сделать все возможное, чтобы данный чемпионат не пропустить. Сейчас прервемся на короткое время. Через минуту снова в студию напоминаю, что это особое мнение Константина Кропанева, исполнительного директора компании «АЖА Финанс». Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании «АЖА Финанс» Константин Кропанев. Вот о чём хотелось бы сейчас поговорить. Это новость от 7 октября. Новость касается того, что Игорь Васильев решил реформировать деятельность организаций, участвующих в поддержке предпринимательства и привлечении инвестиций в экономику Кировской области. Для этих целей он велел создать комиссию. Комиссию возглавляет Константин Мищенко, который назначен и у зампреда правительства, его заместителем зампред правительства Максим Кочетков. Значит, имеется в виду организации вроде фонда поддержки предпринимателей. Предпринимательства эти, я напомню, что один из таких фондов возглавляла дама, которая как-то связана с Павлом Ануфрием, по крайней мере, не с ним, может быть, конкретно, но с его задержанием точно. Эти фонды у нас практически в каждом муниципалитете существуют. Это связанные вещи? Да, это вещи как бы связанные, но вот до перерыва мы разговаривали о проблемах с Родиной, что надо помогать как бы спорту, то есть, соответственно, предприниматели тоже как бы пытаются транслировать такую мысль для правительства, что нужно помогать и предпринимателям. Вроде, с одной стороны, правительство слышит данную мысль и предпринимает какие-то действия. Но вот, Светлана, как Вы считаете, сколько у нас каких-либо организаций, которые финансируются из областного, из городского бюджета, и которые нацелены на помощь предпринимателям. Ну, я так понимаю, что все-таки у нас предпринимательские организации на взнос предпринимателям? Нет, нет. Я имею в виду, которые у нас заработают за весь бюджет. То есть, я просто могу даже перечислить. То есть, у нас, во-первых, есть Координационный совет по развитию предпринимательства при правительстве Кировской области, есть Координационный совет по предпринимательству при городе Кирове, есть Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, есть муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, есть фонд поддержки малого предпринимательства, муниципальный фонд «Бизнес-Гарант», есть муниципально-бюджетное учреждение «Центр инновационного развития предпринимательства», есть еще даже автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных объектов малого и среднего предпринимательства Кировской области. Сколько всего получилось? Ну, тут как минимум штук шесть, при том, похожие структуры существуют практически во всех районах Кировской области. То есть, получается, что помощь предпринимательству превратилась в некий, условно говоря, бизнес. То есть, там работают не десятки человек во всех этих организациях, то есть, работают сотни, возможно, не тысячи, но не меньше ста человек, которые получают сидят на акваде, соответственно... И участвуют в распределении средств. И участвуют в распределении, то есть, каких-то определенных, как бы, средств. То есть, там, это огромные, как бы, деньги, и эффективность этих денежных, ну, использование этих денежных средств очень часто вызывает много вопросов. Ну, к примеру, так скажем, самая известная у нас организация, которую, кстати, я забыл перечислить, это у нас корпорация развития Кировской области, которая была создана, там, несколько лет назад, и основная, основной задачей, насколько я понимаю, это было содействие по поиску каких-то крупных инвесторов и содействию по реализацию инвестиционных проектов на территории Кировской области. Промпарки, прежде всего? Нет. Соответственно, первоначально, я так понимаю, чтобы это было создано, что у нас уже не под промпарки, а именно под привлечение каких-то инвесторов в реализации именно инвестиционных проектов. Но, соответственно, привлечь инвесторов не получилось, инвестиционные проекты реализовать тоже, ну, практически никакие не получилось. Соответственно, то есть, они, на данный момент они занимаются промпарками. Промпарки, это конечно хорошо, тем более все же промпарки финансируются в основном за счет федеральных бюджетов, то есть там огромные суммы, то есть если мы вспомним промпарк по Вятским полянам, то есть там сумма инвестиций порядка 500 миллионов рублей, то есть в принципе огромные деньги, хотя когда этот промпарк создавался, в нем закладывалось, что там будут работать всего порядка 100 человек. То есть, условно говоря, инвестировать там 500 миллионов, чтобы создать дополнительных 100 рабочих мест, и насколько я понимаю, что сейчас там этих 100 рабочих мест, скорее всего, как бы не присутствуют. То есть я не говорю, что это не надо было делать, тем более опять же повторяю, что это в основном деньги не регионы, а деньги и пришедшие с федерального бюджета, и условно говоря, даже то, что мы их осваивали, то есть это тоже дало какие-то определенные... Рабочие места. Рабочие места, то есть, условно говоря, люди строили забор, получили деньги, там через 5 лет люди будут этот забор ломать и сдавать на металлолом, они тоже как бы что-то заработают. Проблема-то, я так понимаю, что заключается в другом, что сейчас, когда эти промпарки построены, их надо экспортировать, то есть там, ну, стоят огромные цеха, там подведено тепло, то есть это все отапливается, то есть, а кто-то, так скажем, за это должен платить. А если они как бы пустые, то есть, соответственно, деятельность данной корпорации, она с каждым годом становится все более убыточной. Если у них раньше были какие-то депозиты, и они там, ну, жили в том числе за счет того, что были какие-то проценты по депозитам, то сейчас эти депозиты иссякли, а убытки начинают увеличиваться, начинают увеличиваться, и в то же время коммерческие расходы, на удивление, начинают тоже увеличиваться. То есть там, ну, то есть коммерческие расходы на сегодняшний день по корпорации развития составляют порядка, там, 38 миллионов в год. Это как бы не маленькие суммы, а убыток, по-моему, у них по прошлому году стоял порядка 6 миллионов, как бы. 38 плюс 6, 42 миллиона, да, как искусство. Ну, получается, да, то есть эффективность данных мероприятий, она на данный момент вызывает очень много вопросов, очень много вопросов, и мне кажется, тут правительство там мыслит слишком шаблонно, слишком как бы неправильно. Мне кажется, оно думает в плане того, что давайте мы сейчас построим очередной цех, и набегут предприниматели там со всего, не знаю, там Кирова, со всего там мира, там поставят какие-то станки и будут либо что-то выпускать. Но если мы, опять же, говорим о каком-то инновационном бизнесе, то тут, возможно, предпринимателям там тоже другое, то есть, условно говоря, сейчас в Кирове десятки, ну, даже сотни, может быть, даже тысячи человек, они занимаются неким инновационным бизнесом, то есть они работают в интернете, то есть они, условно говоря, зарабатывают, так скажем, деньги в интернете, им цеха не нужны, то есть и этот тренд, он начнет, как бы, будет и дальше продолжаться. То есть, условно говоря, сейчас есть возможность, там, я не знаю, тут была интересная статья, что сейчас некий известный видеоблогер, просто у него в месяц он зарабатывает до миллиона рублей. Это да, но для этого нужно как минимум талант и харизм, понимаешь, это не у каждого есть. Я согласен так. И это не решает проблему социальной напряженности в таких местах, как моногород Вятские поляны, например, да? Я согласен. Какие у нас, какие шансы, какие шансы у этой реформы, которую сейчас Василий... Подожди, я, Светлана, сейчас закончу, попытаюсь, как бы, мысли, что тут помимо помощи предпринимательству, то в первую очередь можно, ну, как бы, и нужно, возможно, обратить внимание на создание условий, вот, в том числе, вот, для таких предпринимателей. Им не нужны цеха, им нужны хорошие качества жизни, им нужны, опять же, эти же парки. То есть они, условно говоря, если они работают... Только не промпарки, а парки в городе для отдыха. Да, им нужны не промпарки, им нужны парки в городе. То есть если он работает в интернете, то есть как бы он может работать в интернете, находясь либо здесь, либо находясь там в Самаре, либо находясь там где-нибудь вообще за рубежом. То есть и надо сделать так, чтобы ему хотелось жить у нас. А для этого нужно действительно, опять же, возвращаться к той ситуации, которая у нас складывается с городскими, в том числе и с городскими парками. То есть я на прошлой неделе, допустим, зашел в парк Мемориал, то есть парк Дворца Победы, то есть, ну, честно говоря, вот, опять же, на этой неделе был на кладбище, так вот, на кладбище дорожки вот лучше, чем в парке Победы. Ну, не в парке Победы, извиняюсь, в парке Победы. То есть ты считаешь, что привлекать инвестиции в регион, не обустраивая, не благоустраивая города, которые должны стать привлекательными людей, не только живущих здесь, но и приезжающих. Возможно, да, для работы или для инвестиций невозможно. Я, да, я считаю так, что это должно идти как параллельно, что надо к этой проблеме подходить более широко. То есть зачем нужен нам некий там инновационный центр при городе Кирове, когда у нас, допустим, на всей территории Кировской области до 2019 года, по прогнозам, опять же, администрации правительства Кировской области, ожидается прирост инновационных предприятий всего на 3%, то есть со 100 предприятий до 103 предприятий. То есть о каких мы инновациях говорим, о каких мы инновационных центрах говорим. То есть мне кажется, то есть под слово инновация, то есть мне кажется, неправильно, не совсем понимают. Ни один инноватор не поедет в нашу дыру. Ну получается так, то есть помогать инноваторам нужно не создавая инновационные центры, создавая, условно говоря, некий там, допустим, коворкинг-центр, где эти же инноваторы могут с друг с другом пообщаться, обсудить какие-то проблемы, найти недорогое рабочее место. В общем, надо, чтобы людям сделали так, чтобы людям нравилось в город Киров приезжать, прежде всего. Не приезжать, а жить. То есть жить. Потому что говорить просто там, давайте помогать малому бизнесу, там, среднему, это слишком, как бы, разговор ни о чем. Я понимаю, что это не мое особое, мне такое подтверждение твоих слов. Мы как раз разговаривали с одним из руководителей корпорации развития, промпарки Ветских Полянов. Там сейчас открылось три промышленных производства. Она добилась сама, чтобы именно промышленное производство открыть, производить производство. И все эти компании не местные, не кировские. То есть инновации делают, к сожалению, не всегда кировчане. Ну ладно, у нас остается две минуты буквально до перерыва. Я не знаю, уложимся мы или нет, но, по крайней мере, мы начнем обсуждать следующий вопрос. Карта МИР против карты ВИЗы и Мастеркарты, я для себя так обозначила. Банкиры поддерживают перевод зарплат бюджетников на карты МИР. Так, заголовки появились в очень многих СМИ на прошлой неделе. До 1 января 2018 года все банки будут обязаны обеспечить такими картами бюджетников, чтобы на них перечисляли зарплаты пенсии и пособия. Ну и там дальше приводятся слова руководитель кировских филиалов Росельхозбанка, первая Дортрансбанка. Они говорят, что это мера положительная. Почему положительная? Потому что система сделана по аналогии с теми, что уже существуют, ВИЗа и Мастеркарты. Но безопасность повышается, потому что сервер находится на территории Российской Федерации. Вот чья безопасность в данном случае повышается? Банкам не все ли равно, где сервер находится и куда они платят деньги? В российскую казну или за рубеж? Потому что иногда схватывается ощущение, что по большому счету им все равно. Ну тут не совсем так. То есть я так понимаю, что эта проблема возникла после ситуации с Крымом, когда некоторые платежные системы заблокировали платежи по пластиковым картам ряда банков. Соответственно, в принципе, я не вижу, честно говоря, ничего плохого в данном мероприятии. Правильно я поняла, что ты говоришь, что это страховка от еще каких-то санкций против России, в частности, блокировки ВИЗа и Мастеркарты. Ну, естественно, естественно. То есть ситуация в последнее время все более и более как бы нагнетается. Мы с другим миром обмениваемся какими-то очередными противоречиями, обвинениями. То есть и как, и что она будет там дальше через полгода, через два, никто не может как бы спрогнозировать, куда это приведет дорожка. Тем более нас пугали в свое время, в том числе отключением от платежной банковской системы SWIFT. Чтобы, так скажем, избежать данных проблем, по крайней мере, на территории России, вполне логично иметь какую-то свою локальную платежную систему. Конечно, раньше были попытки некоторых банков самостоятельно ввести такую некую локальную платежную систему. Это и попытка Сбербанка со Сберкарты. Это такая была... Золотая корона. Золотая корона. Действительно была такая платежная система. Но они между собой не договорились. А сейчас есть желание сверху реализовать такой проект. И этот проект практически как бы реализован. Во-первых, преимущество этого проекта в чем заключается? Мне придется прервать тебя, потому что у нас время рекламы. Про преимущество проекта карты МИР поговорим после двухминутного перерыва. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании «Ажифинанс» Константин Крупенев. Мы остановились на вопросе преимуществ карт МИР по сравнению с картами визы и мастер-карты. И напоминаю, что их должны ввести в бюджетную сферу. То есть все бюджетники должны быть обеспечены этими картами для 1 января 2018 года. Зарплаты, пенсии, пособия. Первым преимуществом это действительно независимость. То есть в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств со стороны международных процессинговых центров или визы и мастер-карт, то есть все протяжи, которые будут происходить на территории России через данный вид карт, то есть они никак не смогут заблокировать, никак не могут повлиять. Это опять же определенная конфиденциальность. То есть тоже можно так посмотреть ситуацию в плане того, что там международными картами, но такими картами пользуются в том числе какие-то госслужащие, чиновники, делают разные платежи. И соответственно, если это провайдер международная компания, то есть как бы очень легко отслеживать, что, где, за что как бы платится. Плюс тут очень довольно такой интересный момент, это все же довольно серьезный IT-проект для России. И хорошо финансированный IT-проект, это опять же хорошие рабочие места, это некие технологии, которые наши программисты могут потом куда-то реализовать в другие проекты. И опять же это дополнительные деньги, то есть любой бизнес, связанный с этими платежами, он в принципе все равно денежный, он приносит определенную прибыль, это опять же какие-то доходы, которые могут пойти в том числе как бы и на развитие неких IT-технологий. Единственная проблема возникает здесь, это то, что карта получается локальная, и вот именно конкретно с карты Мир выехать за рубеж не получится, то есть вы не сможете с ней этой картой рассчитаться. Но опять же, если у вас карта локальная, если у вас там будет на этой карте, то знаете, стоять значок, исключительно логотип карты Мир. Если, допустим, карта будет кофт-брейдинговая, то, словно говоря, будет заключено соглашение, ну такие уже соглашения подписаны, по-моему, с мастер-картой, и в принципе вы можете заказать себе, ну так скажем, двойную карту, в том числе как бы и международную, то есть там будет два логотипчика, допустим, логотипчик карты Мир и логотипчик мастер-карты, и соответственно вы уже сможете этой картой в том числе рассчитываться за границей, то есть проблема у вас в этом... Последний вопрос, зачем мастер-карты подписывать такие соглашения, чтобы не терять клиентов за рубежом? Ну, тоже не терять клиентов, это им тоже как бы интересно. Последний вопрос с нашего сайта, буквально короткий ответ тебя хочу попросить. Валерий пишет, бизнес-новости сообщают, вот какие у нас внимательные читатели, всех читают и пишут, что в Кирове открылась эко-ярмарка, где смогут торговать 400 фермеров. По факту, разве есть там фермеры, все мясники из центрального рынка, рыба замороженная, морская, как в магазине, да и вообще весь центральный рынок туда, похоже, перебрался, к чему бы это? Вот кто-то уже побывал на эко-ярмарке и, видимо, высказывает свои опасения и мнения. Ну, я на эко-ярмарке был тоже два раза, в принципе, мне понравилось, понравилось, но вопросы есть, вопросы действительно есть, возможно, они будут каким-то образом решаться. Действительно, там не так много реальных фермеров, там есть псевдофермеры, там есть перепродавцы, там недешево, честно вам могу сказать, то есть, не дешево, но опять же, это действительно интересный проект для Кирова. Есть, по крайней мере, из чего-то повыбирать, я думаю, что он имеет право как бы на жизнь. А какие проблемы должны быть решены? Ну, мало фермеров, слабая конкуренция, если честно, то есть, слабая конкуренция. Нет, собственно, самих фермеров? Ну, да, то есть, нет, собственно, самих фермеров, но если ярмарка работает одну неделю, за одну неделю эту проблему не решит, то есть, они должны прийти, то есть, должны появиться там какие-то уникальные продукты, то есть, разные продукты... Они обязательно должны быть дешевыми? Фермерские продукты дешевыми-то не бывают. Я согласен, но если я, допустим, купил 2 литра кефира, немножко сливочек и творога, и с меня взяли 800 рублей, то есть, это как бы не каждому по карману, согласитесь. А вот Валерий тут пишет, да, вообще весь центральный рынок туда, похоже, перебрался. К чему бы это спрашивали? Ну, я тут не готов комментировать, хотя, действительно, ходят такие слухи, что-то, готовят некую замену, там, центральному рынку, но мне бы этого не хотелось. То есть, я, вот так скажем, центральный рынок, он должен быть, должен оставаться именно в формате, именно рынка, доступного для каждого производителя со своей продукцией, производителя совершенно разной продукции. Но на центральном рынке, между прочим, фермеров-то и не было. Их там, ну, я согласен, что там фермеров не было, но, по крайней мере, там какие-то старушки могли прийти, принести свои, там, грибочки, ягодки. Там можно было купить, ну, что-то можно было купить, всё же, другого ассортимента, чем мы покупаем в каких-то гипермаркетах. И в завершении нашей программы, наверное, у нас есть ещё достаточное количество времени. Я хочу следующий вопрос тебе задать, поскольку ты у нас эксперт в этой области. Что происходит с валютами на данный момент, и каковы прогнозы их движения к Новому году? Традиционно мы пытаемся с тобой здесь прогнозировать, сориентировать людей, но нам, конечно, интересно, в какие факторы сейчас работают на рынке, и какие будут включаться через месяц, чтобы людям стало понятно, что происходит. По валюте я смотрю пока в сторону роста курса рубля ближе к концу года. То есть тут надо понимать, что не надо ждать от нас, можно говоря, от тех людей, которые работают на финансовых рынках, в каких-то конкретных рекомендациях, что, допустим, 10 ноября доллар будет стоить 65 рублей, а 31 декабря он будет стоить 67 рублей. То есть мы можем какие-то спрогнозировать определенные тренды. То есть тренд существует, что так либо иначе доллар будет по отношению к рублю дорожать. То есть какими темпами... То есть я на прошлой передаче прогнозировал, что к концу года рубль будет стоить порядка 70 рублей. То есть я примерно пока придерживаюсь данных цифр. Тут есть какие-то временные факторы, которые, допустим, повлияли на удешевление доллара по отношению к рублю в текущем моменте. То есть сейчас у нас доллар стоит порядка 62 рублей. Вполне вероятно, что он может подешеветь и до 60. То есть я таких моментов не исключаю. Но опять же тут на это влияют, по крайней мере, на сегодняшний момент это два основных фактора. Первый фактор это все же то, что нефть подорожала. То есть сейчас она торгуется выше 50 долларов за баррель. После чего подорожание такое произошло? Ну, после того, как договорились основные производители нефти по каким-то экспортным квотам. Хотя они верят, что это соглашение действительно будет действовать долго, продолжительное время. То есть, скорее всего, какая-то из сторон это соглашение так либо иначе нарушит. Во-вторых, в последние пару месяцев очень активно муссируется история с Роснефтью, с приватизацией Роснефти. То есть сначала хотели приватизировать пакет Роснефти для закрытия дыр в бюджете. Потом вроде Роснефти заявило, что в то же время пакет Роснефти надо было приватизировать и приватизировать пакет Башнефти. Последняя версия, которая сейчас обсуждается, что до конца года, если это приватизировать нормально через рынок, не успеваем, не получается. И поэтому при правительстве, при лоббировании интересов со стороны Сечина приходит к такому мнению, что сначала Роснефть покупает на себя Башнефть, а потом сама же себя приватизирует. То есть покупает пакет акций у государства и перечисляет какие-то деньги. То есть надо понимать, что все эти крупные такие деньги, это связано с значительным перемещением каких-то денежных средств. Это либо конвертация каких-то валютных депозитов Роснефти в рублей для покупки, так скажем, этих пакетов. А в дальнейшем, возможно, опять же, покупка со стороны Минфина, вот, наволоченные деньги, никто не исключает, что, опять же, Минфин не будет покупать доллары. А эти движения, они как раз... Они, эти движения, вот, по крайней мере, спекулянты пытаются предсказать или будут гадать, поэтому... Они влияют на стоимость валюты. Да, то есть они влияют на стоимость валюты, то есть, и вот, по крайней мере, это единственное такое здравое... То есть, подожди, в момент, когда будут выкупать за рубли, и, соответственно, вы покупать с рынка, за рубли выкупать Роснефть, и, соответственно, с рынка будут закупать рубли, рубль подорожает, а потом, когда... Да, правильно понимаю? Ну, получается, да. А потом? По крайней мере, то есть, некоторые спекулянты рассуждают так, что, чтобы купить акции Башнефти, то есть, Роснефти нужно будет свои валютные активы поменять на рубли. На рубли. На рубли, то есть, это будет на рынке присутствовать излишек валюты. Но кратковременно. Ну, кратковременно, то есть, опять же, когда правительство получит эти деньги, ну, Минфин получит эти деньги, Минфин с большой вероятностью, опять же, эти деньги конвертирует в валюту. Но Башнефть до конца года хотят купить? Ну, это хотят сделать в октябре месяце. То есть, это будет локальный подъем курса рубля? Так он уже как бы происходит, уже рано так либо иначе на эти вещи как бы отреагируют. А поскольку спекулянты в ожидании находятся? Да, хотя, вроде бы, Роснефть пытается опровергнуть данное движение рубля какими-то своими движениями активов, но я такого момента не исключаю. Другой же такой момент, который нужно учитывать, это приближающиеся выборы в Соединенных Штатах Америки, которые будут в ноябре. То есть, так либо иначе, чем ближе будут выборы, тем больше будет увеличиться волатильность на рынках. Волатильность на рынках, соответственно, могут рубли... То есть, условно, доллар начнет дорожать или дешеветь по отношению к другим валютам, по отношению к сырью. Это так либо иначе может как бы сказаться в том числе и на рубле. То есть, соответственно, ноябрь будет, я думаю, что довольно волатильный месяц. Вот тут нужно успокоиться и сидеть. Ну да, то есть, я думаю, что успокоиться, что каких-то таких 100 рублей за доллар ожидать, мне кажется, абсолютно не стоит. По прогнозам этого же, так скажем, правительства, то есть, у нас планируют, что в 2019 году доллар будет стоить порядка 70 рублей. То есть, я примерно... В 2019. Ну да, то есть, я считаю, что доллар будет входить вокруг цифры 70 рублей, плюс-минус. Спасибо, исполнительный директор компании Ажиофинансов Константин Крупнев, его особое мнение и прогнозы. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами, до свидания.